МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта программа будет вкусно. Рада всех приветствовать у нас в гостях. Елена Журавлева, акушер, гинеколог. Но мы, и главное, ты, как доктор, знаешь, что еда – это не просто удовольствие, а еще и много-много полезного. В том числе и для девушек, которые находятся в волшебном положении сейчас. И в волшебном положении, и которые только планируют свое волшебное положение, и которые свое волшебное положение уже разрешили. Очень часто я слышу такое мнение, что когда действительно барышни находятся в состоянии беременности, от специй лучше отказаться. Смотря от каких. Есть специи, которые мы не рекомендуем женщинам в этом чудесном состоянии. Например, такие, как петрушка. В принципе… Ну как! Самое-то вроде безобидное. Чего, зеленушка и зеленушка? Зеленушка и зеленушка, но она может вызывать тонус матки. Поэтому мы просим вот именно конкретно от петрушки, как самая распространенная приправа, отказаться. В целом, если приправ небольшое количество, но они комплексны, то ничего страшного не будет. Ну вот смотри, мы сегодня будем готовить с тобой курицу в кокосовом молоке с овощами. На гарнир семье можно подать просто рис, а можно подать рис со специями. Вот возможно ли такое съесть беременной барышней, или это будет есть ее муж, мама и так далее. Немного корицы, это при обжаривании риса мы будем добавлять. Немного имбиря, ну или свежего, или сушеного, но он будет подвергаться тепловой обработке. Куркума и немного кориандра, а также нам понадобится чуть-чуть лука, но острый перец мы будем добавлять уже персонально каждому в тарелку, кто захочет. Вот эти специи можно добавить или лучше воздержаться? Эти специи лягут отлично, потому что они будут и на желудочно-кишечный тракт действовать. Сейчас все такие, спасибо. И на иммунную систему, наш родной имбирь. Все, отлично. Тогда смотри, я попрошу тебя мне помочь, потому что начнем мы с моего блюда. Нам нужно будет рис пожарить, а это довольно долгая процедура, пока он будет готовиться. А уже с твоей курицей мы разберемся быстро. Мне нужно, чтобы ты нарезала мне одну луковичку. А я сделаю следующее. Мы будем рис жарить со специями сначала, с луком и специями. Дело это не быстрое, потому что после того, как мы это все пожарим, может прям меленько. Меленько? Да, после того, как мы это пожарим, у нас рис должен будет еще тушиться. То есть мы добавим воду. Масла мы добавляем примерно 2-3 столовые ложки, потому что специи будут в масле раскрываться. Но еще раз повторю, что мы можем гарнир на самом деле сделать обычный. А вот так уже усложнить все это дело для родственников. А знаешь, чем полезен лук в данном блюде? Чем? Тем, что когда мы его меленько режем, мы развиваем мелкую моторику рук. Особенно после 30 недель, когда могут появляться отеки, как раз улучшаем микроциркуляцию. Вот так. Девочки, берем на заметку. Есть вещи, которые я добавлю в масло, а потом их уберу. Это буквально 3 бутончика гвоздики. И это лавровый листок. Они нам нужны для того, чтобы аромат дать. А потом они могут дать неприятную горчинку, поэтому мы потом все это уберем. Я прям специально взяла такие вот щипчики, чтобы потом от этого избавиться. Мы с тобой каждый раз говорим о том, что питание играет очень важную роль. Водный режим. Водный. Водный. Так, давай расшифруем, потому что мы с тобой, это прям, знаешь, это наша с тобой фиаско, между прочим, обоюдная. Когда мы говорили о том, сколько нужно потреблять жидкости, мы сказали, да, что мы смотрим по состоянию, это все понятно, но среднему, обычному здоровому человеку, там, не знаю, полтора литра жидкости в день. От полутора до двух. Да, от полутора до двух. Воды. Воды. Потому что, нахомячивая газировку коричневого цвета, всем известную, многие говорили, я по телевизору видела, поэтому давай проговорим. Итак, еще раз, что такое чай, что такое кофе, что такое сладкие газированные напитки, что такое вода для организма будущей мамы. Значит, буду строга. Буду краткой. Буду краткой. Вода – это жидкость. Борщ – это жидкость. Суп – это жидкость. И даже арбуз – это жидкость. Вот эти жидкости мы будем учитывать. Мы не пьем газированную воду, сладкую воду. И даже соки, которые мы делаем свежевыжатые сами, либо покупаем в магазине свежевыжатые при нас, мы должны разводить 50 на 50 водой. Пачи. Потому что очень сладко. Потому что сахар, да? Конечно. Это первое. Второе. Чай ради бога. Но он должен быть не крепкий, не с четырьмя ложками сахара. На маленькую кружечку кофе. Я обрадую теперь кофеманов беременных. Кофе можно… Беременные кофеманы, звучит, конечно. А я такая была. Две кружки в день. Но это либо на молоке. Не варим мы в Турке. Это очень важно, потому что в Турке, я, может быть, сейчас… Борис, ты меня заругает, но… Нет. Нет, но в Турке самый крепкий кофе с точки зрения акушера-гинеколога. Поэтому это капучино может быть, это может быть латте. Ради бога. Две кружечки в день вполне можно. Сейчас я вижу благодарные глаза по ту сторону экрана. Они говорят спасибо. Спасибо, это хорошо. Вообще, я своих женщин сильно не ограничиваю, если нет на то показаний каких-то острых, если мы не перевалили за трехзначную цифру, начиная с двухзначной. Слушай, а сейчас это проблема или нет? Потому что, вот смотри, раньше мы тоже это обсуждали, но я немножко по другим углам хочу этот вопрос рассмотреть. Все родственники говорили, ешь за двоих, милая. Вот, и милая вкатывалась в роддом, на щеках в первую очередь, даже не на животе. Вот, поэтому… Но тогда мы опирались только на опыт предыдущих поколений, потому что интернета не было. Сейчас он есть, сейчас доступность, слава богу, что не было? Слава богу, что не было, да. Вот, я имею в виду, что сейчас вся информация в открытом доступе, и вполне понятно, что есть ссылки на научные статьи, есть официальные, подчеркиваю, есть официальные медицинские порталы, есть, не знаю, Министерство здравоохранения с вкладками, с рекомендациями различными, есть замечательные врачи, которые ведут блоги, профессионалы, да, не просто там кто-то что-то прочитал, вот, а люди, которые работают по своей профессии, и исходя из своих знаний, полученных, довольно сложным путем, поди в медик, поучись, да, и еще и клинического опыта… Еще и закончим. Вот, это отдельная история, мне кажется. Так вот, если есть такие рекомендации, почему бы с ними не знакомиться? Почему опять вот этот миф «надо есть за двоих»? Он все равно жив. Это очень печальная, долгая история, с которой я пытаюсь бороться достаточно долго, для этого я даже открыла свою страницу в Инстаграм, и с удовольствием отвечаю на вопросы в свое нерабочее время, потому что сложилась такая тенденция с этим интернетом и форумами, что проще поговорить на форуме и обсудить, чем идти на какой-то официальный сайт. Нужно сейчас быстрее написать в Инстаграме пост и спросить, что делать, если у ребенка сыпь, болит живот и началось кровать. Учение, чем набрать телефон службы спасения, скорой и так далее. Это прям бич сегодняшнего времени, это обсудить со всеми, кроме с тем, с кем надо. Лучок закидывай. Давай. Обсуждается это и с мамами, и с бабушками, и с соседями, и форумы мамские очень широко используются. И здесь есть еще одна проблема, акушерство, она как мода, она циклична. Если раньше мы носили брюки клеш, когда-то в каком-то там старом году, то теперь они тоже возвращаются. Здесь такая же ситуация с акушерством, но только мы берем более длительный промежуток, если раньше рожали, как говорится, наши мамы рожали и сени, и поле, то теперь эта мода возвращается. А, в полях? В полях, дома, отказываясь от всего, чего можно, с какой-то стороны это логично и правильно, но не доверять врачам смысл тогда идти в роддом, называется. И обсуждение, а вот я ела то-то, 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 поэтому ты тоже можешь. Но никто же не учитывает особенности, никто вас лично в форумах, как правило, не знает, и не знает, как вы вообще выглядите. Не видел ваши анализы. Да. Поэтому для меня это прямо трагедия. Больная тема. Больная, очень. Так, смотри, закинули сюда все специи, лаврушку и гвоздику вытащили, чуть-чуть сейчас поджарится лук, и будем заливать водой, и займемся курицей. Можно ее, наверное, уже тогда кубиками нарезать потихоньку. Сколько тогда, ну, есть, понятно, разные, наверное, нормативы, потому что девушка ростом метр восемьдесят и девушка ростом сто пятьдесят могут набрать разное количество килограммов, да? Вот есть какие-то, не знаю, ну, разбег, пределы, что ли? Конечно, он для каждого, для каждой женщины индивидуальный, скажем так. Это индекс массы тела, с которой она приходит изначально, это как раз отношение роста и веса. В медицине есть тоже формулы, как и в математике. А по этой формуле мы рассчитываем допустимую прибавку, и она как раз получается индивидуально. А мы большими кубиками будем это делать? А как ты хочешь? Не знаю, как пойдет. Как хочешь, так и делай. Как рука мяшит. Все, я добавила воды, и сейчас убираем температуру, причем так прилично, где-то на троечку. Все, и вот теперь это просто медленно выпариваем. Пока все это будет у нас вариться. Все, я иду к тебе, присоединяюсь, буду помогать. Нарежу овощи. Но все равно в среднем, да? Сколько? 12, 20, 30 килограмм. Если цифра до 100, в любом ростовом диапазоне, то в среднем это килограмм 10. 10? Ну так мало. Ну, ибо нечего. У меня было 12. Ну вот. У меня было 18. Ну, это чисто случайно вышло. Все так говорят. Да. Каждая женщина, приходящая ко мне на прием, и видя лишние цифры на весах, говорит, я только что поела. Я говорю, точно, все так говорят. Я сама так говорила, да? Да. А если еще и давление появилось при измерении? Я только что попила. Нет. Я только что пробежала, прошла по лестнице, понервничала. И еще миллион вариантов. Я сижу, говорю, вы понимаете, что вот у вас сколько есть, вы все так говорите, ответ одинаков. Поэтому нечего тут вот на разовый какой-то случай пенять. А если особенно прибавка килограмма 3, и со словами я только что поела, говорю, простите, сколько вы поели? Давайте разберемся. Эх, слушай, ну давай поговорим про другой бич. Есть те, кого родственники закармливают, и они с этим согласны. Ну, мудрость поколений. А есть те, я несколько лет назад видела такое в спортзале. Есть фитнес для беременных, есть занятия аквейеробикой, бассейни для беременных. Но когда барышня с шариком в известном месте занимается, ну, достаточно сложными, тяжелыми упражнениями, я понимаю, что она спортсменка. Вот. Но насколько это правильно? Она, вот были у меня девочки стояли на учете, беременные, которые... Диет, диету еще там держат. Нет, нет, за это я ругать буду. Те, которые занимались тем или иным видом спорта профессионально, тренеры и так далее. Для их организма, для их тела физическая нагрузка, понятно. Если она останется без этой физической нагрузки... Ей будет тяжело. Ей будет тяжело, мышцы сразу же пойдут вниз, жир пойдет вверх, и тело не воспримет хорошо этот момент. Поэтому, да, те, кто занимался профессионально, конечно, нагрузки снижаются, но они все равно выше, чем для обычной женщины. Ну да. А все беременные, но 90% у кого нет противопоказаний, я всех отправляю в бассейн заниматься. Мы же две грудочки грудим. Да? Давай одну пока, потому что смотри, еще бокал... Она же и станет меньше. Да. Гулять-то гулять. За двоих же. Да, нас двое. Хорошо сказали. Вот. Поэтому физическая нагрузка, она должна быть. Нельзя лежать дома, если беременность протекает хорошо. Беременность не болезнь, и все это должны запомнить. А еще должны запомнить, господи, бабушки, простите меня, тех, у кого сейчас дочка, невестка, внучка беременна. Это ее личное дело, и дело ее мужа, отца будущего, будущего отца нынешнего ребенка. О, хорошо. Это их сугубо лично. Если они не просят вашей помощи, не надо варить борщи, не знаю, с котлетом, и привозить это все в больших количествах. Не лезьте, дайте им быть самостоятельными. Иначе это приведет только к ссорам, конфликтам и так далее. Не попросили, вы тихонечко ждите, когда попросят. Это будет более приятная помощь, нежели когда это будет навязано. Потом еще обижаются, что не ешь. Конечно. Сильно обижаются. А нельзя обидеть старших, родных, любимых людей. Приходится в себя это. И вот здесь случается конфликт. Нельзя обидеть старших и нельзя обидеть беременную. Как быть? Не пытаться. Мы сейчас посмотрим короткую рекламу, после чего вернемся. Эта программа будет вкусна. Мы не смогли пройти мимо этого продукта. Кисломолочный продукт. Йогурт термостатный от комбината детского питания «Молочный край». Вкусный, полезный и натуральный продукт для вас и ваших детей. Термостатный метод позволяет сохранить все полезные свойства молока. А спрашивайте эту продукцию в магазинах города. Ну а если хотите сотрудничать, звоните. Телефон отдела продаж 54-32-94. Будешь? Да. Хорошо. Можно прямо сейчас, если хочешь съесть. Могу поставить на рекламе съешь. На рекламе. Хорошо. Чтобы не хомячить при всех. Это нормально. Помада. А, помада, все такое? Да. Хорошо. У нас будет небольшой перерыв на еду скоро. Кстати, до того, как мы приготовим еду. Ладно. Так, давай вернемся к процессу приготовления. Грудку кубиками, кабачок кубиками. Господи, как его зовут? Сладкий перец тоже кубиками. Я поняла, почему я зависла, как его зовут. Еще морковка должна была быть, но морковки нет. Если не нашлось морковки, можно готовить это блюдо без морковки. Правильно? Да, конечно. У нас же есть грудка. Этого вполне достаточно. Так, вот это сейчас все будем забрасывать обжариваться. Слушай, а вот с какими вопросами чаще всего, ну я сейчас не про вопрос медицинского характера, а вот больше психологического. Девчонки обращаются. Потому что врач, особенно когда он тебя сопровождает в такие вот важные моменты твоей жизни, он же становится практически как друг психолог. Ну кому ты еще пожалуешься на какие-то вещи? О чем сейчас жалуются, скажи? Жалуются на мужей. О, вот это первое в рейтинге. Да? На мужей. Он меня не любит, не понимает, ночью в магазин за продуктами не ездит. Ах, супостаты. Вообще. Но это в женщине гормоны говорят? Конечно, однозначно это гормоны, потому что, простите, в ЗАГСе она ему сказала да, и ребенка она получила от него. Да. А тут вот как бы гормоны накрывают, поэтому все мужья сразу попадают, поскольку они ближе всех. Они попадают просто. Они попадают, да. Лен, что делать-то? С мужьями или с женщинами? Да с женщинами. Нет, мужикам что делать? Давай их как-то спасать. Вот, я говорю, что надо приходить на прием совместно. Так. Мы решаем вопросы совместно. Да, ты стыдишь так иногда? Женщину. А, да? Конечно. Подожди, она к тебе за помощью пришла? Она ко мне за помощью пришла. А тебе сложно сказать мужу, что ну вы войдите в ее положение? Ну что вам подумаешь 3 часа ночи? И магазин-то не так далеко. И круглосуточные вещи. Конечно. Ну тут такой момент, мне и мужчину жалко, потому что вот дома... Он-то не беременна. Ему дома жена высказывает, тут он еще сделал героический поступок, пришел в женскую консультацию с ней вместе. Бедолага. И тут еще врач сверху. Ну здесь надо таким быть третейским судьей, что и это а-та-та, но баловать можно, но в меру, и вы балуйте ее. Ну, не обязательно же это делать продуктами. Молодец. Цветы. Цветы. Хорошо, подарки, да. Лучшие друзья девушек. А то сейчас потеряем мужскую аудиторию. Но девчонки поняли, о чем мы говорим. Они допоют дома сами. Да. Злыдничают мы с тобой сегодня. Нет. Мы не такие. Курочка? Лук. Мы забыли лук. Да. Я думаю, что сначала курицу, потом все остальное будем забрасывать. А лук так же, как в рис? Да нет, лук можно... Понятно. Да. Как хочешь. Тоже как душа ляжет. Вот, да. Еще такой вопрос. Сейчас время, когда пошла китайско-корейская клубника. А, да. Ее так много. Она такая большая. Такая красивая. И? И? Ее так-то хочется. В обычном состоянии. А в необычном... Ее может и не хотеться. У нас были разные с тобой состояния. Подожди, хорошо. Что делать? Сейчас пойдет ягода. Вообще сейчас скоро пойдет ягода в огромных количествах. Ничто так не радует некоторых. Как витамины, ягодный коктейль. Как много-много-много ягод. Ну, здесь точно так же, как и со всем остальным. Не стоит в себя впихивать все до состояния невпихуемости. Потому как организм лишнее не возьмет. Особенно беременными. Конечно, поставить эксперимент однократно можно. Наесться так, чтобы было плохо. Запомнить это состояние и больше не наедаться. По-моему, сейчас медицинское сообщество поставит на мне крест. Ладно. Можно, значит, наесться до состояния так, что плохо. Ну, потому что по-другому не объяснишь. Объяснить, что... Это вот так же, как трехлетнему ребенку объяснять, что нельзя залазить на ту горку, потому что с нее можно упасть. И вот пока он не упадет, он не поймет этого. Здесь состояние точно такое же. Понятно. А мы же хотели курочку сначала. Давай чуть-чуть баклажанчик сначала. Знаешь почему? Он просто такой какой-то что-то крепенький. Вот, поэтому давай он... И плита такая небодрая. Крепкий баклажан. Да, крепкий баклажан. Сейчас мы чуть-чуть его, потому что он подольше, мне кажется, даже чем курица готовится. Потом будем забрасывать все остальное. Да. И чеснок, кстати. Его тоже режем. Да. Интересно, конечно, это все. Слушай, а по статистике у нас много приходит за вторым, за третьим? Очень много. Стало сейчас больше тех, кто рожает второго, третьего, четвертого ребенка. Как-то женщины стали проще к этому относиться. Обычно говорят, что экономическая ситуация влияет. Здесь влияет еще тот момент, что как бы есть первые два ребенка, допустим. Присмотрят за третьим. Присмотрят за третьим, третий доносит. И, как правило, женщины, которые идут за вторым, третьим, последующим... Вот второй ребенок, как правило, он получается... Либо через большой промежуток времени... Ну, потому что женщина посидела в декрете, вышла на работу, туда-обратно возвращаться не хочется в декрет. Она только выспалась. Ну, кому как, опять же. Либо это происходит сразу, пока она еще не опомнилась от первого декрета. Ну, потому что еще не выспалась, и какая разница? Да, не высплюсь сейчас или не высплюсь потом. Лучше сейчас сразу. Либо... Ну, это первый, второй ребенок, третий. По такому же принципу, особенно мамочки первоклассников очень часто бывают беременны, потому что, как бы, два в одном, приятный с полезным. И в первом классе ты проследил за ребенком. Да, да, есть такой... И все равно, как бы, и не спать. Да, это точно. И причем приходят женщины, говорят, вот, я уже старая. А старая это сколько? Я 29-30. Я сижу грущу напротив. Говорит, я старая, куда мне второго ребенка? А вот после 30, я имею в виду, после 35... До 40? Потому что даже в 29 писали в карточках, старая родящая. Слава богу, такого диагноза теперь нету. Ну, конечно, да. Мама мне рассказывала, что раньше это прям вот... После 25 уже все были... Даже я в 25 была старая родящая. Еще. Еще пока. Еще пока тогда. А сейчас-то уже нет. А сейчас нет такого диагноза, поэтому можно как бы... Это уже прям диагноз был? Да, это был официальный диагноз старая родящая. Это писалось в картах наблюдения, чтобы женщина, если передается другому врачу или приходит в роддом, видно было, что уже не свежа. 25 уже все, крест стоит на карьере. Досыпай курицу. Нет, а сейчас вот? Сейчас нет такого диагноза, все, мы про него забыли. Женщина может рожать, но мы же не можем сейчас ограничить женщину желание рожать. Пока может рожать. Пока репродуктивная система работает, она не старая родящая, она просто. Беременность с какого-то срока. Возрастная. Нет. 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 Вообще такого. Вообще такого. Про возраст. Сейчас неприлично же женщинам на возраст указывают. И никто не указывает. Молодцы. Но это как-то все равно по-другому проходит? Я имею в виду, что там какие-то другие анализы означают или еще что-то? Нет. И в 19 лет беременность может тяжело протекать. А в 45 женщина может порхать с этой беременностью. Возраст вообще не показатель для беременности, для вынашивания и так далее. Врач говорит. Так, смотри, сейчас курица чуть-чуть прихватится. Закидываем все остальное. И также будем все это дело засыпать специями. Но я предлагаю специи чуть-чуть. У нас там немножко карри. Прям чуть-чуть. Мы можем намешать. Да, вместе с солью или, допустим, в кокосовое молоко все это. Раз-раз и все. Вот. Теперь температуру ставлю посильнее. Пересок у нас так еще делается потихонечку. Сковородка маловато. Мы с тобой прям от души. Ну, на двоих же. Да, да, это точно. Все, сейчас так довольно быстро пойдет процесс. Я уже перемешала. Самое главное, что упругий баклажан поддался. Да. Ох, лето скоро. Скоро нужно будет переходить на зелень, кроме петрушки беременной. А я думала, на окрошку переходить. Ну, окрошка это да. Кстати, в таком положении окрошка лучше на чем? Потому что есть квас, есть вода, есть кефир, есть минералка, есть сыворотка. А что еще? Уксус? А, ну он в воду идет. Да. Ну, вот самые основные. Пять вариантов, с чего можно сделать окрошку. Кто-то на пиве делал. Чего? Ну, квас, пиво. Это разные вещи. Ну, у кого-то это было одинакое. Это сразу и закусить, что ли? Все равно все перемешается. На кокосовом молоке окрошку в том году готовили мои гости в программе. Вот самый идеальный вариант. Это круто. То есть это тоже с водичкой разводится, прям круто. Ну, давай разбирать каждый из вариантов. Кефир. Кефир. Отлично. Прямо самое то, если организм нормально воспринимает кукломолочные продукты. Как это узнать, нормально ли он воспринимает? На нем же не написано. Ну, попробовать кефир. Если он лег, то все хорошо. Если он лег, вы не побежали никуда? Да. Вода. Ну, здесь как бы вообще вариантов нет. Вода ляжет всегда хорошо. Так. Минералка, газировка такая. Ну, если не ласточка, то есть мы не берем ни ласточку, ни синтуки, ни боржоми. То есть лечебные столовые воды отказать? Да. Что у нас там было еще? Сыворотка. Ну, сыворотка то же самое, что кефир. Как бы здесь вопросов нет. Тут логично. Вот с квасом немножечко происходит конфликт внутренний. Вроде как бы... Ну, вот, допустим, мое детство всегда прошло на окрошки с квасом. Я только в том году узнала, что может быть что-то кроме кваса в окрошке. Если не привыкли к чему-то другому, ну, немного кваса добавить можно. Но все-таки состав там не совсем идеальный для беременной женщины. И элементы брожения будут бродить потом... В вас. Да. Вот. Поэтому остановимся вода. Кефир. Не столовая вода минеральная. Покосовая мама. Так. И вопрос, который задавали наши телезрители после одного из наших с тобой совместных эфиров в прошлый раз. Что делать? Смешной вопрос был, правда. Ну, я понимаю. Что делать с икотой бесконечной? Чьей? Вот. Давай разберем оба случая. Икает мама все время. Чем это вызвано и что делать? Потому что иногда действительно проблема, вплоть до того, что человек уже не дышать, не есть, ничего не может, ходит и кает. Акушеры-гинекологи лечат не только. Ну, по мнению всех, лечат не только. Я тебе сейчас про это и говорю. Репродуктивную систему. Но и думают, что лечат все. На самом деле это не так. Если икота постоянно, то это лучше обратиться к терапевту. Я так переложу его ответственность в его сторону. Меня спросили, могу ли я тебя спросить. Я спрашиваю. Мы нашим телезрителям все готовы рассказывать. Поэтому это терапевт, невролог и так далее. Это все в ту область. Если икает ребенок, икает ребенок должен после 30 недель. Он обязан. Обязанный, Кать? Конечно. Обязанный, Кать. То есть те, кто поднимает панику, что что-то пошло не так, и ребенок икает. Это отлично, что он икает. Ребенок после 30 недель учится глотать. Он заглатывает околоплодные воды. А так как у него не сформированы еще мышцы пищевода, чтобы проглотить, и самая сильная мышца это диафрагма, кстати, которой мы взрослые тоже икаем, он то, что заглотил, начинает пропихивать, сокращая диафрагму. Тем самым получается икота. Это показатель того, что ребенок отрабатывает свои рефлексы, которые ему пригодятся при рождении. Поэтому, дорогие мамочки, если в течение дня, это может быть по несколько минут, но в целом не превышает 30 минут в день, ребенок икает, то ради бога. То есть вопрос на самом деле актуальный, а не смешной, как может многим показаться. После короткой рекламы будем добавлять сюда специи, кокосовое молоко. В общем, будем практически готовы подать все это на ваш стол. Вот если рис мы уже выключили, и он доходит сам по себе, то вот здесь еще, конечно, жидкости много. А мы рис будем сюда добавлять? Нет, мы отдельно можем подать. Но мне кажется, это правильно, потому что, ну, хочешь курицу с овощами, пожалуйста. Хочешь? Хочешь курицу с овощами? Да и ради бога. Слушай, вот странные предпочтения во время беременности. Вот что самое странное тебе попадалось? Ну, потому что иногда, ну, знаешь, опять же, вычитывала на форумах, когда была беременная, когда на некоторые девочки писали. Вы просто знаете, что вы беременны, и вам должно чего-то хотеться. Если вы не хотите отправить мужа ночью в магазин, вы начинаете выдумывать, чего вам должно хотеться. Потому что если успокоиться и прислушаться к себе, вам на самом деле ничего не хочется. Ну, логично, да? Ну, логично. Это же еще состояние то, что в голове. Все хотят, а я почему-то... Я должна хотеть. Я тоже должна хотеть. На самом деле, вот, допустим, пищевые извращения. Я не беременна, но мне нравятся маринованные шампиньоны с вишневым джемом. Или шампиньоны с мандаринами. Но это же не показатель, надеюсь, чего-то, какого-то отклонения. Самое, вот, экстремальное, но это, наверное, было не пищевые продукты. Это было желание находиться на заправках, нюхать бензин. Ну, это нормально. От этого не полнеют? Нет, ну, просто... Знаешь, как девчонки это объясняют? Что вот какой-то такой индустриальный... Даже не столько бензин, да, вот... Индустриальный запах, как они это называли. Вот что. А вот реакция на различные духи. Это выдумка? Ну, то есть негативная, допустим, или позитивная? Или имеет место быть изменения? Изменения есть, конечно. Да, реакция на духи. И, допустим, есть и тоже в обычной жизни. Здесь наши рецепторы... Слизистые немножко носа отекают, и рецепторы по-другому воспринимают ароматы. Они либо хуже воспринимают, поэтому женщина может плетить, использовав духов бешеное количество, но для нее аромат, ее же духов не будет ощущаться абсолютно. А для всех остальных в радиусе километра будет. Ага. Либо наоборот, слишком... Даже вот какая-то малейшая... Малейший такой намек на запах где-то там издалека, и это будет уже поводом для негативной реакции. Ты сидишь там, пахнешь где-то. Гадостью этой... Да. Не брызгайся больше этими дубами. Да, 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 да. Никуда. Для многих начинает по-другому пахнуть зубная паста. Зубная паста становится причиной ссор, потому что она не может выбрать себе зубную пасту по запаху, а не по каким-то другим параметрам зубной пасты. Ну, елки-палки, как все сложно. Вот. И что же еще было из таких пищевых израслений? Да? Не знаю, я просто, может быть, как не акцентируюсь на этом? Или это было слишком много, что я уже как-то перестала удивляться? Ну, в принципе, ничего особенного и не было. По себе скажу, что я вообще не люблю морепродукты. Ни в каком виде, никакие абсолютно. Но мне во время беременности жутко хотелось креветов. Я ехала в магазин, покупала себе раз в неделю креветов, сама готовила. И было хорошо. И было хорошо, да. Никаких, кроме меня, не ел. Это была моя собственность. Да, конкуренции нет, тем более. Так, добавили приправу карри немножко. Не нравится этот аромат. Я не воспринимала карри в первые 30 лет своей жизни. А потом ничего пошло. Ну, просто до такой степени отвратительно, мне казалось, что это пахнет, что я вообще не понимала, как люди это едят, и как это в национальных кухнях может занимать вообще хоть какое-то место. Но это из серии, как кошка сначала боялась пылесоса, а потом ничего втянулось. И она. Да, это из этой серии. Так, добавили кокосовое молоко. Да, держись, держись. Сейчас чуть-чуть в нем потушим, прям немножко. Самое главное, что это все готовится недолго. Не надо все. Да, мы дольше болтали, по-моему, чем оно готовится. Мы сделаем с тобой, знаешь как, мы, наверное, на одну большую тарелку подадим и то, и другое, ну, рядышком. Обкомпонованно. Да, рядышком это сделаем. Воспользуемся еще кулинарным кольцом. Вот, я все не могла вспомнить, как это штука на самом деле. Я иногда называю половину консервной банки. Так, пока дотушивается, я оформлю рис. И можно будет все это делать, дегустировать. А я буду следить. Хорошо. Так. О! Какой он красивый. Рассыпчатый, прям такой. Вот, ты знаешь, иной раз захочешь, так не получится. Сейчас он должен был быть. Это потому что аура. Да, все позитивно. Очень вкусно пахнет. Вот рис со специями. Собственно, спасибо индийской кухне, благодаря которой я вообще полюбила. Рис? Карри и, ну, вот такое сочетание. Потому что, по мне, так раньше рис этим портили. Я говорю, что вы делаете? Нормальный же был продукт. А, насыпали туда. Очень вкусно получается, если готовить молочную кашу, рисовую, и добавить туда карри и корицу. О, да. Делали бы так в детских садах? Нет. Так бы там не делали. Да, там бы так. Я изучала нормативы, нормативные акты Российской Федерации, которые регулируют питание дошкольников. Да, и согласно вот этим вот нормативным актам рассказывается, сколько должны наши дети съедать капусты, когда, какой именно. Потому что, к сожалению, у нас еще действуют нормативные акты практически Советского Союза. И даже если дата переподписания стоит более свежая, какой-нибудь 92-й год, туда добавлен какой-нибудь незначительный пункт, но основа остается прежней. А в советское время, как ты помнишь, не особо брюссельская, совойская, пекинская, цветная, брокколи, кальраби и так далее были распространены. И вообще были ли они там. То есть написано капуста, называется только капуста белокочанная. И, к сожалению, ой, в этих нормах разбираться и разбираться. Может быть, в индийских садах. Может быть, в индийских садах детских. Так, смотри. Оп, готово. Оп, тигры у ног моих сели. Так. И тут у нас тоже все готово. И это очень вкусно. Знаешь, кто-то любит чеснока побольше добавить, кто-то любит, не знаю, побольше кокосового молока. Все в своей тарелке. Да, все в своей тарелке. Абсолютно верно. Здесь настолько вот, как вы хотите. Так. Можно было найти ложку меньше, но некуда. Ладно. Надо пользоваться средними столовыми приборами, чтобы лишнего не положить. Пока накладываешь, устал и больше... Да, ага, устанешь тут. Накладываешь же мало. Так. И еще немножечко. И никакой петрушки, заметьте. Так, Леночка, у нас с тобой все готово. Кто молодец? Мы. Мы молодец. Кто рассказал сегодня беременним барышням очень много нюансов, связанных с питанием? Мы рассказал. Мы рассказал. Мы молодец. Мы программу будет вкусно не заканчиваем. Потому что еще приготовим... Я приготовлю одно маленькое такое быстрое пятиминутное блюдо, которое вот на перекус идеально. Вот. А тебе, Лен, большое спасибо, что ты к нам приходишь в гости. Спасибо, что зайдете. Вот, что ты с нами болтаешь. Мы тебя любим. Лена Жорлева была у нас в гостях. Врач, акушер, гинеколог. У нас на сегодня не все. После короткой рекламы мы с вами. Эта программа будет вкусна. Если ваши дети требуют с вас блины или оладьи, и вы замечательная хорошая мама или бабушка, вы их обязательно приготовите. Можно воспользоваться обычным традиционным рецептом, и это будет здорово. Если захотите поэкспериментировать, то давайте посмотрим в сторону овсянки. Многие готовят овсяно-блин как продукт для правильного питания. Но я бы рассматривала овсянку как один из вариантов приготовления любимого блюда просто с необычным оттенком. Те, кто иногда воротят нос, забывают про то, что в нашем с вами детстве было шикарное овсяное печенье. И готовилось оно примерно таким же способом. За основу бралась овсянка. Либо цельная, либо хорошенько измельченная. Так вот, если вкус любимого овсяного печенья иногда в мечтах вас посещает, обратите внимание на то, что из овсянки можно готовить и печенье, и оладьи, и блины. И делать какую-то другую выпечку, и это будет вкусно, да еще и полезно. Но если говорить просто о вкусе, сегодня я предлагаю приготовить овсяные панкейки с шоколадом, кокосовой стружкой. Можно взять за основу творожок даже с какими-то добавками. Добавим немного сахара, и нам понадобится яйцо. Если нам покажется, что слишком густовато тесто, мы совершенно смело можем с вами использовать немного воды или молока. На ваше усмотрение. Можно купить готовую овсяную муку. Но с чем я столкнулась в последнее время? Готовая овсяная мука нередко дает очень неприятную горчинку. Такую, знаете, как будто бы вот ты съел, а после вкуса очень неприятная осталась. Может быть, поэтому продукт не так полюбился. Что делать в этом случае? Во-первых, когда вы покупаете овсянку, вот в таких хлопьях, она не должна быть такого быстрого приготовления уж совсем. То есть должна вариться, на упаковке должно быть написано 15-20 минут. Это первое. Второе. Обращайте внимание на срок годности, если покупаете в магазине, по возможности на условия хранения. Мы берем чашку овсянки. То есть горчить она может от того, что элементарно просто неправильно хранилось и пропало. Плюс этого блюда еще и в том, что все готовится вот здесь в одной чаше. Можно, конечно, воспользоваться кофемолкой и превратить это действительно в муку, я бы даже сказала, в такую овсяную пыль. Но есть ли в этом необходимость? Достаточно немножко поработать блендером, и вы достигнете, может быть, не такого идеального эффекта, но все-таки. Добавляем сюда все остальные ингредиенты. Нам понадобится немного сахара. Ну, примерно одна столовая ложка. Примерно столовая ложка. Хотите больше? Можно добавить сюда какао-порошка. Лучше с корицей. Я бы добавила сюда еще кокосовую стружку. Можно посыпать сверху, но почему бы и внутренне добавить? А, подождите, едва не забыла. Маленькую щепотку соли. Так, теперь в ход пойдет одно яйцо. И вот теперь уже будем смотреть по консистенции. И можно взять любой творожок или йогурт с наполнителем или без. Вот мы возьмем сейчас... Удивитесь, но мне нравится очень сочетание шоколада и тыквы. И это творожок с тыквой. С тыквенным пюре. Добавляем. Здесь 70 грамм, если не ошибаюсь. Так. И вот это вот. Перемешиваем. Если нужно... Ой, мне кажется, даже не надо добавлять ни жидкости, ничего, потому что и так достаточно хорошо все это дело выглядит. То есть достаточно густое тесто. Так, и теперь мне нужно... Можете пока посмотреть на тесто. А я возьму разрыхлитель. Тут его осталось чуть-чуть. Но я думаю, что нам этого вполне хватит. Так. Чуть-чуть можно добавить ванилина. Прям капелюшку. И примерно половину чайной ложки разрыхлителя. Еще раз все это перемешиваем. Если бы я делала это дома, я бы это делала гораздо быстрее. Потому что тут я еще успеваю с вами поболтать и что-то вам рассказать и показать. Дома, конечно, раз-два. И шикарные оладьи готовы. Можно добавить сюда банан. Но вот когда я добавляю сюда небольшое количество корицы и ванили... Можно, кстати, корицу не добавлять, если вы ее очень не любите. Ну, есть и такие люди. Но какао и ваниль у вас сразу возникает ощущение, что это аромат шоколадного мороженого. А поскольку мороженым вы завтракать явно не будете, ну, я надеюсь на это. Сейчас попробуем без масла, надеюсь, не пригорит. Мы выкладываем вот такой оладушек на сковородку. Рядом еще один. Они должны подрасти. Так. И сразу возьмем тарелку, куда можно будет выложить все готовое. Давайте вот так вот стопкой их сложим сюда. Я пробовала два варианта. Добавлять разрыхлитель и не добавлять. Но когда добавляешь, они действительно становятся такие попышнее. Ну, и без него тоже нормально. Часто спрашивают, можно ли использовать соду. Можно. Но будьте готовы к тому, что, как и от большого количества разрыхлителя, может остаться привкус. Ждем. Тут нам остается только ждать. Маленькое дополнение. Если вы используете банан, не используйте, пожалуйста, ни йогурт, ни молоко. Потому что сам по себе банан, если его размять, он превращается в такое пюре. И, собственно, нам эти продукты, что банан, что творожок или йогурт, нужны не только для консистенции, но еще и для вкуса. Поэтому какой оттенок придадите, все вмешать в кучу сразу нет смысла. Вот тут самое важное – это дождаться, чтобы все прихватилось с обеих сторон, как в обычных холодушках, чтобы можно было перевернуть. Бывало так, что переворачиваешь, шлепаешь верхним слоем, и все это разлетается по кухне. Поэтому наша задача сегодня этого избежать. Даже парочка пузырьков появилась. Я надеюсь, мы успеем. Добавлю жара. Ну, чуть-чуть еще. Вы можете, я знаю. Если готовите тесто на блины, тогда консистенция должна быть, естественно, блинного теста. Но вот сейчас я приготовила в обычной большой чаше блендера, и мука у меня получилась все-таки грубовато, с достаточно крупными вкраплениями. Для блинов это не подойдет, поэтому либо у вас более мощный блендер, либо вы воспользуетесь кофемолкой. Ну что, ты готов? Молодец. Оп. Первый пошел. Так. И вот сейчас, почему-то, когда с первой стороны они жарятся, они, ну, не такие пухленькие. Переворачиваю, они начинают сразу так расти. И еще один. Кстати, опять же, про банан. Добавили банан, не добавляйте сахар, потому что на то количество, которое мы использовали, это буквально вот такая вот чашка овсянки, если добавить и сахар, и банан, будет слишком сладко. Но если вам так нравится, почему бы нет? Так, осталось чуть-чуть дорумянить, и можно будет подавать. Так, с чем бы нам подать все это дело, кстати, можно также подать все это с йогуртом или творожком, с каким-то наполнителем. Сейчас выстроим все это башенкой. Мне на завтрак трех штук вполне достаточно. Чуть-чуть еще. Пахнет очень вкусно. Так, наверх мы, наверное, отправим вот этого большуна. Затем соседний экземпляр. И еще один. А рядом можно выложить вот такую вот творожную горку. Здесь тоже апельсин и шоколад. Это будет все между собой очень хорошо сочетаться. Так. Отлично. Ой, пару листиков мяты, и вообще было бы хорошо. Вот показываю со всех сторон. Творожок с фруктовым наполнителем. Берете нож, смазываете, и как бутерброд с удовольствием едите. Быстро, просто, вкусно. И побалуете свои вкусовые рецепторы. Почему бы и нет? На сегодня программа «Будет вкусно» подошла к концу. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова